Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. Смыло мосты, дороги, затопило кафе, школы, магазины. Что еще натворил циклон? Обидел ребенка. Полицейские задержали во Владивостоке грабителя, который забрал у девятилетнего школьника телефон. За дело юных вандалов взялась прокуратура. Артемовские школьники разбили две умных остановки. В четырех районах края нарушено транспортное сообщение из-за новых обильных дождей. Самая сложная обстановка в Харольском округе. Опять размыло проезд у моста в окрестностях Благодатного. Нельзя также проехать на 42-м километре трассы Михайловка-Турий-Рок. Дорожники восстанавливают проезд в селе Иннокентьевка лесозаводского округа, где вновь размыло мост. На месте организовали лодочную переправу. В Октябрьском округе в Покровку можно добраться только альтернативным путем – через Галенки. В Красноармейском округе многочисленные переливы на дорогах. Затруднен проезд к некоторым населенным пунктам Дальнереченского округа Михайловского района. Многострадальный Уссурийск вновь уходит под воду. Сильно досталось Артему. Глава Спаска Дальнего призвал население готовиться к эвакуации. При получении информации о начале эвакуации необходимо взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности лекарства, комплект одежды и обуви, запас продуктов питания на несколько дней и следовать в пункты временного размещения. Напомним, что федеральным законом Российской Федерации предусмотрена обязанность граждан эвакуироваться с территории, на которой существуют угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны ЧАЭС при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. Владивосток также атаковала стихия. Дорожники хоть и открыли решетки ливневок, чтобы обеспечить быстрый спуск воды в городских низинах, но они не справились с потоками скосогоров. Вода фонтаном хлистала и из люков. Традиционно поплыли Луговая, Пограничная, Космонавтов, районы стадионов «Динамо», «Строитель». Список можно продолжать. Временно пришлось остановить движение трамваев. В мэрии уточнили, что все автобусы вышли на линию. Но пассажирам пришлось ехать в затопленных салонах. Машины с трудом пробирались сквозь образовавшиеся озера. В некоторых районах автомобили просто утонули. Не хватает ведер и людей. Спасательную операцию развернули в Володь-Востокской школе номер 74 на Харьковской. Накануне в учебном заведении решили поменять крышу и не успели до новых осадков. Педагоги переживают за свежий ремонт, оборудование, учебную литературу. Учителя просят родителей и всех неравнодушных граждан помочь в устранении последствий потопа. В трудовом нетрезвый мужчина выпал из окна девятого этажа, зацепился за бельевую сушилку. Немного повисел на ней и полетел вниз, задевая все, что попадалось на пути. На место прибыли медики. Сначала в пабликах сообщалось, что пострадавший остался жив. Позже появилась информация, что он скончался в машине скорой помощи. Сотрудники прокуратуры Артема заинтересовались кадрами, где юные ванделлы крушат умные остановки. Школьники разошлись и разбили два павильона. Надзорное ведомство организовало проверку и оценит, какие профилактические меры принимали в отделах полиции по делам несовершеннолетних, для того, чтобы подростки не совершали правонарушений. Полицейские задержали во Владивостоке грабителя, который забрал у школьника сотовый телефон. Девятилетний мальчик гулял на стадионе в районе улицы Иртышской. Мужчина подошел к нему и попросил позвонить. Взял мобильный и не отдал. Злоумышленником оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело фигуранту грозит до четырех лет за решеткой. Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин